Итак, у нас четвертая глава произведения «Что делать?» Владимира Ильича. Четвертая глава у нас называется «Куста черков». «Куста органичества экономистов и организации революционеров». Опять, давайте чуть напомним, тогда вопрос стоял о Зубатовщине. То есть были, грубо говоря, проправительственные профсоюзы, которые занимались чисто экономической борьбой и влево-вправо не уходили. Параллельно сегодняшний день у нас есть ФНПР, Федерация Независимых Профсоюзов. В принципе, то же самое, где все руководство сидит во главе «Единой России». То же самое у нас местный филиал ФПК, Федерация Профсоюзов Приморского края. Тогда было называемое Зубов-Узубатовщина. Понятно, профсоюз имел свои положительные заслуги, они тогда улучшали условия труда, они боролись за технику безопасности, они даже занимались просветительством, но просветительством весьма таким специфическим они среди рабочих распространяли религиозную литературу. К ним тогда же примкнула часть социалистов, которые считали, что вот они там сидят, профсоюзы учатся-учатся и сами до чего-нибудь созреют. И помогали им только в профсоюзной борьбе. Ленин же говорит, что это кустарничество, то есть мелкое производство, грубо говоря, он их сравнивает с такой вот профсоюзной борьбой. И первая уже примерно фраза в самом начале, что наша задача придать этой экономической борьбе политический характер. То есть вывести профсоюзную борьбу за рамки своего предприятия и поставить политический вопрос не бром. То есть чтобы улучшение условий труда были не на одном предприятии, а во всей стране в целом. Так. Ну и начинает он, соответственно, полемик со сторонниками экономистов, составляющей только и профсоюзов. Так. Первый пункт это что такое кустарничество. Начинается с того, что тогда как раз в 94-м и по 1901 год образовались первые кружки студентов, которые как раз и занимались тем, что учились и, грубо говоря, проникались в том числе и марксизмом. Свою борьбу они продолжали в плане посвятительской деятельности, то есть занимались обучением и поднимали в том числе и революционные вопросы. Опять же вспоминаем начало века, народовольцы, активная борьба с тиранией царя, взрывы всевозможных чиновников. Соответственно, рабочий класс это все дело отпугивали. То есть студенты это что-то такое нехорошее, вольнодумец, скорее всего, атеист, еще вообще, еще и в царя бомбу может кинуть. Поэтому это отпугивало рабочее движение от интеллигенции, потому что студенты это все-таки занимали интеллигентное положение. В принципе, что такое кустарничество? Это мелкое производство. Соответственно, экономисты это те, которые всю социально-юрлистическую борьбу сводят только к тому, что мы как кустари занимаемся про союзок и дальше никуда не выходим. Помогаем там работать профсоюзом с бумажками и все. А Ленин как раз и говорит о том, что этого недостаточно, что это как капиталист из кустаря должен перерасти сначала в мелкий бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, так и партия революционеров должна перерасти от мелкой кустарной деятельности к высшей и более высокой. Да, он полимеризирует все правильно с газетами, но с различными, там, с Плехановым, с Лайдс и того подобного. Опять же, я предлагаю это чуть-чуть опустить. В чем смысл? То есть Плеханов увижу, в этом лепещи расхождения нет? Ну да, да, я говорю, полимеризирует. Есть четвертая страница, правда у меня не совсем страница, но не важно, да. О чем говорит Ленин, да, что надо как раз расти от кустарей и выше и быть организацией революционеров. Что для этого надо? Нужна, естественно, связь рабочих, нужны и профессиональные... Итак, после организации профсоюзов, какой рост может быть у партии? Во-первых, нужна профессиональная организация революционеров. Дальше Ленин как раз и рассказывает, что это должно быть и как это должно себя представлять. То есть должны люди, которые, в отличие от этих студентов, которые засвечивались везде, вести, иметь навыки конспирации. То есть не отсвечивать, не быть на карандаше у полиции, не это самое. Не дать возможности себя дискредитировать, поймать и на что-нибудь это самое. Да, короче, должны быть профессиональные революционеры. Второй вопрос, он разбирает, что должна быть пресса, да, то есть какая пресса? Опять же, у нас есть вопрос сложный такой, а что должно печататься на местном уровне, в местных газетах, на уровне и чьих местных, и что должно быть на всесоюзном, точнее, всероссийском уровне печататься с пресси? То есть, соответственно, идет полемика и рассказ, что же нам надо печатать, печатать, как надо балансировать местную работу и общую работу, какие примеры приводить на всю страну и как их объединять. Опять же, да, вспоминаем, чем у нас партия большевиков отличается от партии меньшевиков, что у большевиков каждый член партии должен не просто разделять программу партийную, но и не просто поддерживать свою партию, но и участвовать в ее партийной работе. Это было написано еще в этой работе, а хотя про скол на меньшевиков-большевиков прошел чуть позже. Следующий пункт Д, да, опять же, вопрос, как партии соблюдать баланс между заговорческой, грубо говоря, частью, то есть профессиональных революционерам, и демократизмом, да, то есть, с одной стороны, мы должны проголосовать, и чтобы все, большинство приняло то или иное решение, с другой стороны, надо немного заниматься конспирацией и сильно не высвечивать. Опять же, долго-долго-долго тут разбирается, что к чему, почему, как этот баланс выверить. Отдельно, как, что должен рабочий делать, отдельно, что должен делать интеллигент. И в итоге вот такая цитата, да, что все социал-демократы, не важно, кто рабочий, кто не рабочий, они все должны идти во все классы и слои населения. Да, то есть, мы, опять же, не должны работать только среди рабочей среды, но и вообще на все население. Опять же, это было в прошлой главе немножко затронуто. Ну, смысл примера такой, что свою агитацию и пропаганду мы должны вести во все свои населения. Чем больше, тем лучше. Так, тут, блин, столько цитат, много интересных. Цитаты можно пропускать, а мысли интересные. Мысли, да. Что вообще мы должны, если мы хотим к социализму прийти, да, что мы должны делать? Мы должны с терпением и упорством вырабатывать в себе профессиональных революционеров. Опять же, он говорит, что профессионала надо обрабатывать не только во всех нас, но и, в частности, он сам признает, что он не практик, но должен, соответственно, притиковать сам себя. Оттельный вопрос о самопритике в квартире. Здесь же мы, наконец-то, встречаем эту знаменитую фразу, думаю, везде эту цитату Растаскану видели, что, да, дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию. Да, то есть, как раз здесь разрабатывается, что в партии должны быть отдельно революционеры, и кто они, и почему они профессиональные. И, соответственно, наша задача на тот момент, и, кстати, на сегодняшний день ничуть не менее актуальна, что надо поднимать эту просоюзную борьбу кустарную до уровня революционеров. То есть, мало того, что мы работаем в профсоюзах, мы должны их еще и подтягивать до уровня революционеров. Следующий вопрос разбирается по поводу руководителей, да, то есть, как должна строиться партия, должен быть у нее ЦК, грубо говоря, да, что у нас сейчас очень популярно, должно быть там какой-то конкретный руководитель и тому подобные вещи. В принципе, да, что мы сейчас имеем. У нас был Маркс, который написал капитал, разобрал капитализм. Был Ленин, который написал как раз, что делать, как этот капитализм довести до социализма. И как раз это чуть-чуть касается того вопроса, что же делать с социализмом, чтобы он обратно не перешел в капитализм, да, опять же. Тогда уже были известные примеры. Французская революция, когда сначала свергли царя, потом буржуазию свергли, сделали коммуну на 70-м с чем-то дней, а потом опять в итоге все вернулось к императору Наполеону. Сначала первому, который вроде как революционер, а потом и к Наполеону Второму и Третьему, которые вообще уже открыто реставрировали монархию и откат был социализма не просто к буржуазии, а еще и к федеризму. Соответственно, здесь как раз Ленин и разбирает немножко о том, как же должна быть построена верхушка партии, чтобы этого избежать. Но опять же, это весьма поверхностно, так как у Ленина на тот момент не было достаточно по графтике. Опять же, это еще до революции писалось. Это был 1902 год? Да, да, да. Ну уже тогда он озадачился этот вопросом, да? То есть как Маркс озадачился, что же будет, когда все капиталисты разольются до монополистов, то, соответственно, Ленин уже задумывался, что же будет делать партии, и когда она, так сказать, разольется до уровня государства. Так. За долгая миссия только хорошо посвящена. Ну, хорошо на корону не удается. Достаточно. Опять же, маленький вывод он делает, да, что в принципе, почему каждый член партии должен быть профессиональным революционером, что на случай чего он мог бы встать во главе, грубо говоря, партии, заменить выбывавшего бойца, и опять же, не дать себя дурачить, увести вперед. Вот. На этом, собственно, четвертая глава заканчивается, и дальше опять идет про Зуббатовщину. Но это, я думаю, разберем на следующий раз.